Девушки отдыхают Из района в министерство Большое спасибо за те цифры, которые мы с вами добились О кадровых перестановках в Нурладском районе Анна Городнова Работы выше крыши Если люди пострадают, мне кажется, уже тогда начнем двигаться Как промышленные альпинисты устраняют последствия трехдневного бурана, расскажет Рамиль Шайдолин Пожаров стало меньше, но смертность повысилась Вот у нас здесь котел, он отвечает за обогрев дома Как жителям частных домов уберечь свой кров от пожара, выяснял Сергей Хайдаров Молочные реки, перспективные берега Рустама Миниханова сегодня представили обновленный молочный комплекс в Альметьевском районе Тысячи коров должны подтянуть сельское хозяйство О сокращении поголовья говорили еще в прошлом году А нынешнее падение закупочных цен на молоко держит в напряжении всех без исключения Какой ответ подготовили в Альметьевске вызовом рынка? Подробности у Альбины Минибаевой У этих коров с венгерскими корнями теперь постоянная прописка в деревне Русский Акташ Альметьевского района Дополнительная тысяча голов молочного комплекса Токарликова Подмога для хозяйства района прибыла в начале февраля Сегодня обновленный комплекс показали Рустаму Миниханову Мы ожидаем, что там будет 25 тонн в сутки валовой надой О том, что молочное хозяйство в Альметьевском районе отстает по показателям, заявляли еще в прошлом году Тогда минус 950 голов В сокращении поголовья было как раз у хозяйства Токарликова Цифры подкосил и ликоз в Зайской агрофирме Нынешнюю ситуацию с молочным хозяйством республики уже начали сравнивать с 2009 годом Тогда под нож пошли тысячи коров из-за низкой стоимости молока Проблему этого года уже не раз обсуждали и депутаты, и президенты Это опасные игры, мы их уже проходили в 2009 году Они привели к серьезному сокращению поголовья в стране и к росту цен на молоко Можно поставлять в арте-школу республики детских садей Да, в Альметьевских Плюс о столе производства детских площадок О сельском хозяйстве и экономическом развитии района говорили на сессии Рост экономики на 7% больше, чем в 2016-м Рустам Миниханов оценил работу Альметьевской команды Я недавно ему звоню, я говорю, по-моему, тебе уже в Альметьевске достаточно Давай возвращайся в Казань Он говорит, нет, значит, я бы хотел работать в Альметьевске Поэтому он патриот вашего районного города, ему аплодисменты Не останавливаться на достигнутом, а смотивировать жителей деревень Производить, продавать и не переезжать из села Вот новое поручение президента Надо сделать ему условия, чтобы он, если не коллективно, а в своем подборе производил Вот показали, 24 вот таких модуля сделали, где они могут торговать Надо создавать условия, чтобы люди делали бизнес Чтобы люди закреплялись, не уезжали из своих сел При этом нефтяной крупный бизнес Альметьевска должен интегрироваться в образование Президент поручил создать лучший нефтяной институт Руководство района в ожидании, когда на их территории появится особая экономическая зона Ждем решения правительства России о внесении изменений в нормативные документы Это позволит вовлечь в оборот земельные участки для строительства жилья многодетным семьям Подтянуть качество образования и здравоохранения не технический уровень, а отношение врачей к пациенту Сегодня все без исключения отметили, что Альметьевск – образцовая площадка для многих проектов Один из примеров – это нефтянка Сегодня глава Татнефти Анаиль Маганов стал почетным гражданином Альметьевска Альбина Винебаева, Фуат Гайсон, Влад Шафигулин, ТНВ, Альметьевск От молочных рек к нефтяным Бугульминское предприятие по эксплуатации скважин намерено осваивать новые рынки сбыта Они сейчас сотрудничают с нефтяными гигантами страны в планах СНГ Перспективы развития Бугульминской зоны сегодня оценил президент республики Почему здесь тоже говорили о молоке и какую пословицу привел в пример Рустам Мениханов, услышал Салават Мухаммадуллин Будем продвигать ваш продукт, куда поедем, будем водить вас У этого производства прямая дорога к зарубежным инвестициям Бугульминское предприятие по работе со скважинами уже сотрудничает с российскими нефтяными гигантами Объем отгруженной продукции здесь только в прошлом году – почти на миллиард рублей Рустам Мениханов работу бугульминских технологов похвалил и обещал помочь с выходом на экспорт Грохот от штанг, приемы от дзюдоистов и брызги от фанатов местного чемпиона мира по плаванию Александра Красных В этом году совсем не юную спортивную школу юности реконструировали в Бугульме чуть ли не впервые за 46 лет Итог – полные залы Полный зал сегодня и на районной сессии, и участникам есть что обсудить Бугульминцы производят в три раза меньше молока, чем потребляют В народном контроле жалобы от жителей по соцвопросам, а по качеству медицины район на 38-м месте Рост обращения в мою интернет-приемную, в народный контроль – это свидетельство роста самосознания нашего общества Есть и чем похвастать бугульминцам, а не в лидерах по качеству образования Совет от президента – существующий потенциал района развивать активнее Сегодня подлежащий камень в Вадаме течет Нужны движения, нужно искать партнеров, продвигать свою продукцию, привлекать инвестиции От слов к делу, уже в этом году в Бугульме начнется строительство Агромпарка Слава Тахмадулин, ТНВ, Бугульминский район В Нурладском районе кадровые перестановки Сегодня глава Равиль Кузюров покинул свой пост Он уезжает в Казань на повышение А как при нем развивался район и что остается преемнику Обсуждали уже на сессии райсовета Место руководителя исполкома займет бывший замглавы Минстроя республики Уроженец Нурлада Алмаз Ахмедшин Какие задачи поставили перед новым руководством Расскажет Анна Городнова Сейчас 15 рабочих мест А когда швейный цех заработает в полную силу Работу получат 350 человек Текстильное производство в Нурладском районе открыли в декабре Одежда для детей и взрослых, постельные принадлежности А в этом году планируют открыть чулочно-носочный цех Я сама училась на портниху в Казани У меня такой возможности не было работать портнихой И теперь мы довольны, что нам такую возможность предоставили Отремонтированные дома, детсады и школы Новые ФАПы, спортплощадки, стадион Район входит в десятку лучших по социально-экономическому развитию в республике По урожаю вторые Успехи за прошлый год озвучили сегодня на отчетной сессии Дочитав доклад, глава района Равиль Кузюров заявил о смене работы На этом посту он был 4 года Ввиду того, что поступило предложение президента республики Тарстан Рустама Нургалевича Миниханова О работе в правительстве республики Я сегодня принял решение о досрочном сложении своих полномочий Поэтому я прошу это мое решение поддержать Его поддержали, сообщаясь Равиль Кузюров может возглавить Минлесхоз С этой отрасли он уже знаком Два года до назначения на пост главы Он был заместителем министра экологии За заслуги в развитии местного самоуправления Фарид Мухаммедшин вручил Кузюрову медаль С работой справился Район, да и город Лучшую сторону по показателям, по критериям оценки Значительно улучшены И поверьте, если бы были ухудшены все показатели И не было показано этой работы Президент бы не обратил взор на этого молодого человека Равиля Кузюрова сменил Алмаз Ахмедшин Уроженец Нурладского района С богатым опытом в управленческой и хозяйственной работе Был заместителем министра строительства После директором инженерного центра Прошите выразить слова искренней благодарности За оказанное доверие руководству республики Вашим лице предсказывать Лично президенту республики Татарстан Михаилу Рустаму Рогалевичу Нурладский район всегда отличался высоким потенциалом Пока он исполняет обязанности руководителя исполкома После того, как его кандидатуру утвердят на сессии района Алмаз Ахмедшин уже официально вступит в должность Анна Городнова, Зульфия Галиулина, Рушат Залялов, Инсав Мениханов, ТНВ, Нурладский район Он тоже ушел на повышение Сегодня парламент Дагестана утвердил Артема Сдунова премьер-министром 68 депутатов проголосовали за и пятеро против Выступая на заседании в Рио-главы Владимир Васильев отметил Татарстан Один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов страны Артем Сдунов в первых рядах кадрового резерва России на должность губернатора Он эффективно работал министром экономики Татарстана Напомним, Артем Сдунов родился и вырос в Казани Окончил финансово-экономический институт В 2010 году он стал заместителем министра экономики Татарстана А через 4 года возглавил ведомство В резерве администрации президента, один из первых, наложит фамилию Сдунова Я в руководстве делаю, он работает в Катарстане, работает успешно Его там уважают, я это видел сам Метель ушла, а последствия придется разгребать еще неделю Дорожная техника перемещается с центральных улиц во дворы Коммунальные службы со двора на крыше К ним на помощь и рядовые жители, профессиональные альпинисты, депутаты и даже осужденные Неужели завалы настолько критичны, выяснял Рамиль Шайдулин Предупрежден, значит вооружен К 30-му дому по восстанию лучше не подходить ближе, чем на 10 метров Опасно обрушением льда и снега Альпинисты устраняют последствия метели Снегопада века, ставшего самым сильным за 140 лет Бригада состоит из 6 человек 5 человек у нас производят работы оперативно на кровле Снимают снеговую нагрузку Затем в случае необходимости переходит на снятие образования наледи Не убрали вовремя итог обрушения На этих кадрах снег рухнул на поезд в Москве Похожая лавина там же неделю назад обрушилась на 9-летнего мальчика с крыши Сегодня под угрозой несколько столичных новостроек Такие глыбы обрушивали и крыши казанских зданий Когда тонны снега вывозили уже после ЧП Не меньшие силы нужны и сегодня На помощь пришли даже осужденные Более 500 осужденных без лишения свободы к наказанию В виде обязательных работ привлечены к уборке снега Эти условия диктует погода Сутки буранов занесли крыши метровыми сугробами И оттепель только усугубляет ситуацию На крышах сосульки по метр и полтора Глыбы забытого льда Грозящие рухнуть от малейшего дуновения Таким сегодня остается фасад дома на Королёва Жители тоже должны, наверное, сообщить ЖКО или ЖКХА Это ваше безобразие Смотрите, полтора метра лёд висит Земля Не звонить в службы, а включаться в работу самим Такое ноу-хау казанцам предложила администрация Кировского и Московского районов На 12 остановках установили по контейнеру с песком Чтобы желающие сами сыпали там, где скользко Если, допустим, не трудно, то можно посыпать Но только лопатчика нужно положить туда Для этого должны быть люди, которые должны чистить снег Посыпать песочком У нас кончились коммунистические субботники Не ради светлого будущего, но для всеобщего блага Администрация района планирует увеличить число таких ящиков еще в два раза Любого жителя, если такая необходимость есть Могли воспользоваться песко-схаляной спеси И подсыпали у себя где-то, может, кто-то во дворах Кто-то использовал по своему назначению Все ради победы над завалами По самым позитивным прогнозам коммунальных служб Даже с подкреплением раскидаться с последствиями метели Получится не раньше, чем через неделю Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, Альбина Минибаева, Динара Камалова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Зима, холода и неизбежные пожары Когда частный сектор пытается согреться самостоятельно 442 возгорания и 38 погибших Таковы итоги прошлого года Спасатели говорят, треть всех пожаров приходится на частные дома Причины – неправильное использование котлов отопления и отсутствие пожарной сигнализации Сергей Хайдаров сегодня подсчитал, сколько семей уже спасли эти приборы Вот у нас здесь котел, он отвечает за обогрев дома Инзира Нутфулина свой частный дом отапливает двухконтурным котлом Рассказывает, что пользоваться такой печкой элементарно Все регулируется с панели управления Но несмотря на это, за ним нужен глаз да глаз Мы его закрываем, чтобы если вдруг какой-то там ветер Либо еще что-то было, чтобы он там не затушил пламя И вот просто газ не пошел в дом В такой бдительности ничего удивительного Уже в начале этого года пожар произошел у соседей Пламя хозяева потушили своими силами Но так бывает не всегда В 30% случаев горят именно частные дома Поэтому проверки здесь ежегодная необходимость Они в год один раз приходят, мылят, смотрят, вытяжку, тяжку Вообще молодцы, они молодцы Хотелось, чтобы они все нормально У нас газовой службы нет Однако с такой проверкой специалисты приходят не только в частный сектор В зоне риска и многоквартирные дома Немало человеческих жизней спас вот такой вот автономный пожарный извещатель В магазине он стоит всего около 300 рублей Но во время пожара издают такой раздражающий звук Что сможет разбудить любого 18! Именно столько жизней в прошлом году спас этот прибор Все случаи пришлись на ночное время По поручению президента республики 10 тысяч таких оповещателей бесплатно установили в квартирах многодетных семей Так где 5 малышей и более В этом году их оборудуют и там, где четверо детей Квартиры должны быть оборудованы автономным пожарным извещателем Но, к сожалению, мы сталкиваемся с таким случаем, что Жильцы квартир не придают этому большое значение Устанавливать такой оповещатель или нет, каждый решает для себя сам Главное помнить, что от этого может зависеть жизнь За прошлый год в Татарстане произошло 442 пожара В них погибли 38 человек Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Защита просит оправдания Прокурор 6,5 лет колонии общего режима для водителя автобуса В Заинске сегодня начались прения по делу о резонансном ДТП Где погибли 14 человек На скамье подсудимых водителя автобуса Александр Ижмуков Единственный обвиняемый Как установило следствие, он превысил скорость Пренебрег дистанции и столкнулся с грузовиком Гособвинитель попросил суд признать водителя автобуса виновным И отправить в колонию Защита напротив просит оправдать Ижмукова По их мнению, вина его не доказана Вы смотрите новости Татарстана И вот о чем далее Карта инициатив республики Стало очевидным, что для проблем, например, детского здоровья Она очень актуальна Маршруты проектов изучила Альбина Слагараева В республике на стадии строительства 10 школ Очень много у нас семей, которые с детьми уже школьного возраста И которые страдают тем, что необходимо возить в другой район Когда и где откроются новые классы, узнал Салават Пахмадулян Белый барс, красное солнце Сегодня в республике отмечается день государственного герба Татарстана Символ в его современном виде Был утвержден постановлением Верховного Совета Республики 7 февраля 1992 года Герб Татарстана отражает богатство нашего региона Чистоту помыслов жителей Их целеустремленность Правовую и экономическую защищенность Авторство герба принадлежит художнику-монументалисту Рифу Фахрудинову Интересно, что центральным образом могли стать башни Суэмбеки, Змеи Зеланды, Белый Волк Но остановились именно на Белом барсе О истории создания символа сегодня целый день рассказывают На интерактивных экскурсиях в Музее истории государственности татарского народа В Татарстан привезли Каибы Комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения Будут впервые использованы на этих президентских выборах В республику доставили 42 таких устройства Ими оборудуют участки с большой численностью избирателей В основном в крупных городах Каибы смогут автоматически принимать и обрабатывать бюллетени А также подсчитывать результаты голосования Сканер устройства принимает по одному бюллетеню Это позволяет безошибочно учесть голос каждого избирателя И обеспечить прозрачность голосования Докбоксы, комнаты для особенных детей и сельские вечера Это проекты, занесенные на карту инициатив Республики Онлайн Площадка собрала социальные и культурные идеи Запустили платформу полгода назад За это время из 35 проектов 13 уже реализованы Альбина Солгораева оценила наиболее интересные Создание музея техники внутри самолета Ту-144 Один из проектов, внесенных в карту инициатив Республики На его реализацию нужно 3 миллиона рублей Более 100 тысяч уже собрали Проект только на стадии разработки Но уже есть на карте инициатив Республики Всего здесь 35 идей, 13 уже воплощены в реальность За полгода существования карты Стала понятна платформа Эффективный инструмент, объединяющий усилия граждан и бизнеса Тут есть некоторый перекос в сторону Казани 23 проекта Это, конечно, очень много Хотелось бы, чтобы больше было проектов из районов Татарстана Но и сейчас, в этом месяце, мы разместим 4 проекта Два, я уже сказал, два проекта из Чужского района, Киевского района Так, в Буинске начали оказывать танцевальную терапию Здесь открыт хореографический зал для детей с ограниченными возможностями здоровья В Лениногорске запланирован семейный дом Где родители, воспитывающие детей с тяжелыми диагнозами Смогут отдохнуть сами и получить эмоциональную разгрузку В Елабуге должна появиться комната для детей-инвалидов Карта раскрыта для желающих помочь финансово Стало очевидным, что для проблем, например, детского здоровья Она очень актуальна У нас очень много проектов, которые завязаны именно на этой теме Причем эта проблема, она актуальна и для Казани, и районов Везде, к сожалению, здоровье детей не самое лучшее Проектом карты инициатив занимается команда ребят из общественной организации «Наше дело» Они помогают в сборе средств и обеспечивают информационную поддержку Карта уже получила карт-бланш и от президента республики Он отдельно отметил проект на форуме НКО как успешный и перспективный Это та самая площадка, где можно узнать о реализуемых проектах и стать их частью Альбина Слагараева, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань Готовь сани летом, а телегу зимой Чтобы успеть к сентябрю, вовсю строят зимой К учебному году в Татарстане откроются 10 новых школ В шести районах республики Челнах и в Казани Как в кабинете появляются электрические парты И при чем тут «Жигули» и «Мерседес» Узнал Салават Мухаммадуллин Это сейчас они катаются на качелях и удивляются машинам Уже через несколько лет пойдут в школу Именно пойдут, а пока родителям приходится возить детей за знаниями в соседние районы Или через частный сектор в Константиновку Ближайшие я только знаю в сторону Азина, где Глушко улицы Ну ближайшие самые Быстрее будешь открылась эта школа, так как далеко возить Это все как бы затраты туда-сюда, это все долго Очень много у нас семей, которые с детьми уже школьного возраста И которые страдают тем, что необходимо возить в другой район Избавить от страданий должны сразу две школы в шаговой доступности В школе у нас организованы два входа Это для старших классов данный вход, да, кабинет охраны здесь присутствует рядом Помимо этого есть еще отдельный вход младших классов Вместо звонков на уроки и классных часов здесь пока строительные леса и голые стены Школа готова на 70% Стодня строителей сейчас трудится ради 800 будущих учеников Особое внимание строители уделяют специальным классам В кабинете труда оборудуют станки Законы ОМУ ученики смогут проверять на практике Прямо за рабочим столом с проведенным электричеством А вот в кабинете химии старшеклассники смогут помыть пробирки и руки прямо за портой Данный проект реализуется в рамках федеральной целевой программы Жилища по поручению правительства Российской Федерации И при поддержке правительства Республики Тарстан По этой же программе сейчас в Республике строится еще 9 школ Все они откроют двери уже в сентябре этого года Те школы, которые построены в советский период и свитерская школа Это можно сравнить как Жигули и Мерседес Поэтому и более того, естественно, когда школы сдаются Вырастают вопросы по созданию специалистов, которые их будут обслуживать Так новые рабочие места скоро появятся в Елабужском, Нижнекамском, Чистопольском, Лаишевском, Огрыском и Черемшанском районах При этом для полного перехода на односменное обучение Республике требуется еще 35 новых школ Киноновинки не выезжая за пределы родной деревни В Пестрецах теперь собственный современный кинотеатр Новые кресла, звуковое оборудование и экран Зал модернизировали по программе Фонда кино Это поддержка кинотеатров в населенных пунктах, где меньше 500 тысяч жителей Сейчас на открытии работает наш корреспондент Алина Бережная Алина, здравствуй, тебе слово Добрый вечер, Алексей Сегодня жители Пестрецов отложили на вечер все свои дела И собрались в культурно-спортивном комплексе Батыр Около ста сельчан в ожидании киносеанса в новом переоборудованном кинозале Они уже поделились с нами своими впечатлениями Мы, конечно же, с родственниками, семьями, все вместе, с друзьями будем ходить в кинотеатр И, конечно же, смотреть любимые фильмы Мы с семьями вместе ходим смотреть новые мультфильмы Которые показывают новые кино Кинотеатр не видел ремонта больше 30 лет А теперь не уступает и крупным городам Современное цифровое оборудование 135 комфортабельных кресел и большой экран Ремонт обошелся в 5 миллионов рублей Такую сумму выделил фонд кино Все те инициативы, которые Владимир Владимирович Путин уже на протяжении нескольких лет Рассказывает на совете при президенте по культуре и искусству Оно все идет вот в одном едином русле поддержки Как культуры села, культуры муниципальных районов, культуры регионов Российской Федерации Так и, собственно говоря, поддержки национального кинематографа Ну а мы как раз начинаем просмотр отечественного фильма Драму о советских баскетболистах Движение вверх На этом у меня все, Алексей Спасибо, Алена Ну а мы сосредоточим свое внимание на новостях спорта и погоде До встречи в вечернем выпуске, он выйдет в 21.30 Всего вам доброго Добрый вечер, новости спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов Волейбольный Динамо продолжает обыгрывать соперниц в Лиге чемпионов Четвертая сухая победа в гостях позволила команде оторваться от конкурентов в группе В первом круге польский химик, болгарская марица и сербская визура не смогли взять у Динамо ни одной партии При этом молодая сербская команда совсем недавно гостила в Казани И тогда сумела навязать борьбу лишь во второй партии Теперь им предстояло играть дома при поддержке родных болельщиков К тому же в национальном чемпионате визуре явно не хватает конкуренции и встреч с такими соперницами, как казанская Динамо 3-0 по сетам и снова без определенных сюрпризов Другим темам рекордный турнир с широкой географией участников В Нижнекамске прошли традиционные всероссийские соревнования по вольной борьбе среди младших юношей Спорткомплекс Ярыш собрал более 450 участников из 25 команд Впервые из российских регионов в турнире приняли участие борцы Дагестана, Кабардино-Балкарии и Хантамансийского автономного округа Гостями турнира из ближнего зарубежья стали спортсмены Казахстана и Узбекистана Победителем общекомандного зачета стала борцовская дружина Республики Татарстан Гости из других регионов и стран теперь пригласили наших борцов уже на свои юношские турниры Один из приоритетных видов спорта, традиционных, имеющих уже такие особые традиции Это различные виды борьбы и спортивная, и греко-римская, и вольная борьба И сегодняшний турнир это очередное подтверждение того, что этот вид спорта очень важен Уникс вышел в четверть финал Кубка Европы Казанцы гарантировали себе место в плей-офф Еврокубка вне зависимости от исхода матча с Лиможем Это стало ясно после завершения игры группы Эйч Реджи Эмили Асвелл Таким образом итальянцы заняли первое место в группе с четырьмя победами при двух поражениях То есть уникс вне зависимости от результата домашнего матча с Лиможем У которого одна победа и четыре поражения заняли в своей группе второе место И 6 марта в Мюнхене в первой игре четверть финала Кубка Европы Казанцы встретятся с Баварией А 14 марта в Казани пройдет ответный поединок И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ ООО Данил Мастер Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в феврале со скидкой 20% Данил Мастер Город Казань, улица Восстания 23, телефон 2-167-166 Пасмурное небо и снегопады сменила морозная и ясная погода По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево будет переменная облачность Без осадков и до 8 градусов ниже нуля На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге минус 7 Вероятность осадков небольшая На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске Облачная погода с прояснениями Местами небольшой снег и до 7 мороза На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе минус 8 Вероятность осадков будет небольшой Облачная погода с прояснениями и на юго-западе республики Тут местами возможен снег и до 8 градусов ниже нуля В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши До 7 мороза, местами с небольшим снегом В последующие дни осадки не ожидаются Станет прохладнее на пару градусов В Казани облачная погода с прояснениями Местами пройдет снег Температура воздуха минус 7, минус 9 Ветер юго-восточный, слабый, до 2 метров в секунду Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 88% Это вся информация о погоде В студии была Лейла Латыпова Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова